Партнер программы «Новости» – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Изучение вопроса на местах. Депутат Госдумы Сергей Боярский обсудил механизм взимания курортного сбора в «Анапе». Ночной дозор. На курорте продолжаются рейды по выявлению несовершеннолетних на улицах после 22 часов. Охота на бомбил. Нелегальным таксистам в «Анапе» зажгли красный свет. В «Анапе» с рабочим визитом сегодня побывал депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Боярский. После принятия в первом чтении закона о курортном сборе, федеральные законодатели выехали в регионы с тем, чтобы на местах оценить плюсы и минусы закона проекта и сформировать пакет поправок ко второму чтению. Краснодарский край – один из пяти регионов, где курортный сбор планируют ввести с 1 января 2018 года в пилотном режиме. Нужно сделать на все. И четырех, и пяти звездочный отель есть. Ну и именно этот отдых, он очень нас востребован. Эконом-класс – 18 домиков на три человека со свежим ремонтом. Нормально. До собственного пляжа минут 10-15 пешком к реке Анапка – прямой выход. Здесь планируют сделать лодочную станцию. Депутату Госдумы Сергею Боярскому показывают инфраструктуру культурно-оздоровительного комплекса «Премьера». Основной его профиль – детский отдых, который может сочетаться с различными процедурами. В спортивном зале также упражнения, как специальные, так и общеукрепляющие. Ребенок, зависимо от его подготовки, от возраста, он подходит и то есть соревнуется всех возрастов. Тут не надо делить. И вот он выполняет. Впечатление хорошее, инфраструктура очень достойная. Посмотрите, новые дороги, велодорожки, мощение плиткой, сам санаторий. Достаточно аккуратно все условия для детей и для взрослых созданы. Охрана, питание, медицинское обслуживание. Мне кажется, что ребятам здесь очень нравится. Депутаты Госдумы выехали в регионы после принятия закона о курортном сборе в первом чтении. По словам Сергея Боярского, дискуссия была жаркой, поэтому в рамках региональной недели шел сбор информации для формирования пакета поправок ко второму чтению. Краснодарский край – один из пяти регионов, где их курортный сбор планируют ввести с 1 января 2018 года в пилотном режиме. Это не должно быть поголовное и единообразное введение одной и той же суммы. Это первое. А во-вторых, те деньги, которые будут собираться, должны оседать именно в тех муниципалитетах, которые будут его администрировать. Это вот два ключевых вопроса, которые в первоначальном варианте закона пока не учтены. По мнению Сергея Боярского, необходимо, чтобы курортный сбор стал не просто еще одним универсальным источником дохода, а проходил отдельной строкой и не учитывался в системе межбюджетных отношений. Причем отдыхающим должно быть понятно, на какие именно цели идут деньги. Итоговая задача – сформулировать поправки, которые должны быть точечными, и максимально учитывать интересы всех заинтересованных сторон. Сегодня состоялась внеочередная 26-я сессия Совета муниципального образования под председательством Леонида Кочетова. В работе сессии принял участие глава муниципального образования Сергей Сергеев. На повестке дня было семь вопросов. Один из основных – изменение в решении от 26 декабря 2013 года об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Анапа. Он был принят единогласно. Единогласно депутаты Совета проголосовали и за представление к награждению благодарственным письмом Законодательного собрания Краснодарского края генерального директора акционерного общества «Зеленстрой» Александра Николаевича Боброва. Несколько вопросов касались рассмотрения представлений Анапской межрайонной прокуратуры. Ночной дозор на страже детской безопасности. В Анапе продолжаются рядовые мероприятия на предмет соблюдения закона о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних в Краснодарском крае. Как показывает практика, профилактические мероприятия дают свои плоды. С каждым годом несовершеннолетних на улицах курорта в ночное время становится меньше. На ночной дозор ежедневно заступают сотрудники администрации, полиции, а также представители казачества и народных дружин. Сначала развод, подробный инструктаж между рейдовыми группами распределяют разные участки города. Особое внимание к курортной зоне и местам массового скопления людей. Парки, скверы, площади и даже пляжные территории. Кроме того, дружины патрулируют отдаленные спальные микрорайоны и сельские округа. Главная цель – предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. Вечером не каждый ребенок может быть дает себе отчет, что с ним может произойти. У нас такое время, что ребенок где-то забылся, загулялся. Но, проходя мимо, может встретить какую-то не ту компанию, которая его вовлечет во что-то. Или в совершение преступления. Или он будет объектом этого совершенного преступления. Или в отношении его что-то совершат. И наша задача – вовремя этого ребенка оградить от всего этого и изъять с этой улицы, с этих ненужных ему проблем и друзей, которые могут ему навредить. В ходе рейдовых мероприятий с подростками проводят и разъяснительную работу. Знакомят с пунктами закона, рассказывают, до какого времени они могут находиться на улице без сопровождения взрослых. В большинстве случаев дети знают о законе 1539 и к 22 часам сами спешат домой. Что касается нарушителей, то административные протоколы составляются на их родителей, выносятся штрафы. Всего за первый месяц лета рейдовыми группами выявлено 14 правонарушений. Также специалисты посетили более 100 семей, состоящих на учете. Профилактические мероприятия продолжатся и дальше. В курортный сезон усиливается контроль из-за безопасности при перевозках. Отдел по транспорту и связи совместно с Дорожной полицией Анапы проводит мероприятия по выявлению и пресечению деятельности лиц, незаконно оказывающих услуги такси. Анапчан и гости курорта призывают пользоваться услугами только легальных таксистов. Все они ежедневно проходят медосмотр, а их транспортные средства – осмотр техсостояния. Также у них при себе имеются все необходимые документы на машину, чего не скажешь о нелегалах. Поездка с таким таксистом может дорого стоить во всех смыслах. Как правило, бомбил можно распознать по отсутствию специальной символики на автомобиле. Порой нет даже шашек на крыше. У водителя отсутствует контакт организации. Не указана и четко установленная цена. А сам авто может находиться в плохом техническом состоянии. Данная деятельность, она незаконна. Перевозить граждан с нарушениями не допускается. И необходимо исполнять законодательство, а именно устраиваться в официальные организации предприятия, подбирать подобающие транспортные средства, чтобы обеспечить при перевозке безопасность граждан, отдыхающих нашего города. Только с начала этого года на курорте проведено 75 мероприятий. Составлено более 100 административных протоколов. 22 автомобиля помещены на специализированную стоянку. Нелегальным таксистам грозят штрафы, а в случае повторного нарушения – конфискация транспортного средства. Работа по выявлению нелегальных такси находится на постоянном контроле у главы города. Ведь от порядка в сфере пассажироперевозок зависит ни много ни мало безопасность жителей и туристов, многие из которых приезжают на отдых с детьми. Еще каких-то 100 лет назад этой профессии даже не существовало. Но в современном мире без нее не обойтись. Сегодня в России чествуют сотрудников госавтоинспекции. Наши корреспонденты пообщались с теми, кто обеспечивает порядок на транспортных артериях курорта. Государственную автомобильную инспекцию учредили в далеком 1936 году. С каждым годом на дорогах появляется все больше автомобилей, поэтому работа инспекторам только добавляется. Сейчас ГАИ – это мобильная технически оснащенная структура, которая не только следит за порядком на дорогах. В ее состав входят подразделения технического надзора, розыска автотранспортных средств, пропаганда безопасности дорожного движения. Профессия требует быть всегда в форме, всегда на чеку. Особенно опасна и трудна служба в курортных городах. Прибывает очень большое количество гостей. Транспорт в разы увеличился в городе. В связи с этим, опять же, уделяем внимание и регулировке, осмотру дефекта уличной дорожной сети, выявлению каких-то там ям, которые происходят, разрытий и всего остального в ходе несения службы. С наступлением высокого сезона работа Дорожно-патрульной службы Анапы переводится в усиленный режим. Порядок на дорогах – это прежде всего гарант безопасности горожан. На въезде в город ведется осмотр транспорта, продолжается борьба с тонировкой, лихачами и любителями выпить за рулем. Как отмечают сотрудники, грубых нарушений стало меньше, ведь наказание в некоторых случаях может привести к лишению свободы. На особом контроле по-прежнему мотоциклисты – частые виновники ДТП. Серьезных прецедентов не было. Если взять статистику нарушений, то она складывается таким образом, что как бы жестко не наказывали, скажем так, все равно попадаются водители в нетрезвом состоянии. Кроме того, наблюдается тенденция, что водители как управляли, так и управляют без документов и не имеющими права управления. Это очень сильно проявляется с водителями мототранспортных средств. В прошлом году сотрудники ГИПДД отпраздновали 80-летие образования службы. Сегодня 81-я годовщина. Но даже в свой профессиональный праздник они, как всегда, на посту. Поздравляю всех сотрудников, коллег, ветеранов, пенсионеров с данным днем. Хочу пожелать крепкого здоровья, мирного неба над головой и всего самого наилучшего. Курортный Олимп принимает заявки. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края начало сбор заявок на участие в конкурсе лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп». Участие в конкурсе могут принять работники санаторно-курортной отрасли, а также кемпинги, пляжи, санатории и другие средства размещения. Заявки на участие принимаются в срок по 14 июля 2017 года. Необходимо подготовить заявку в письменном виде. Форма анкет, заявлений и список документов, необходимых для формирования заявки, а также порядок их подачи можно найти на главной странице официального сайта Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края по баннеру «Курортный Олимп-2017». Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» сосиски «Тавровские» 189,90, «Московская» оригинальная 249 рублей, «Салями» финская 657 рублей, «Тавровские мясные лавки» в Анапе, «Парковая» 93А, «Крымская» 98, «Амелькова» 28 и «Астраханская» 75А. По прогнозам синоптиков, 4 июля в Анапе ожидается переменная облачность. Днем местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем плюс 30 градусов. Ночью прохладнее, до 20 выше нуля. Ветер северо-восточный 8-10 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова